Коммунальные жалобы Коммунальные деньги Это очень большой финансовый кусок И даже в первом приближении Ясно, что мы теплоэнергетикам переплачиваем Зима у нас 10 лет теплая А берут нас по средней взвешенному тарифу Который рассчитан на температуру минусовую Из центральной прессы вы знаете Что в Суздале нашлась такая бабушка Это бывший экономист, которая Нашла управу на теплоэнергетиков И доказала, что с нее перебирают Но с точки зрения урегулирования На федеральном и региональном уровне Это поле непаханное Так вот, я к чему сказал-то Пришли к руководству компании Люди, которые желают получить доход От этого бизнеса Не всегда они являются большими специалистами В своей области Получение прибыли сталкивается О сложности, которые возникают С ресурсоснабжающими организациями Я имею ввиду и водоканал, и теплосеть И электриков И когда доходит дело до заключения договоров Чего только в эти договоры не включают Какие только условия Ну и вместо того, чтобы решить эти вопросы В обычном гражданско-правовом порядке Пройти все стадии Согласований Обратиться в суд в конце концов Некоторые компании обращаются к нам Не представляют всю нужную документацию Идет нудная бюрократическая переписка В виде запросов от нас Представьте все документы И так далее, и так далее Процесс долгий И иногда дело решается само собой Иногда мы какие-то предписания выносим Потом идут судебные тяжбы Хотя это можно было решить простым путем Квалифицированными действиями Руководителей управляющих компаний Вторая группа жалоб Жители недовольны теми тарифами Которые управляющая компания устанавливает Для этих жителей Решил я поменять трубу Железную на пластиковую Для того, чтобы поменять Я должен обеспечить мастерам фронт работ То есть отключить надо Вот этот стояк Вот жалоба такая Почему вот такая плата За отключение 800 рублей Не понимаем мы Из-за чего она образовалась Тем более мои соседки Которые живут в доме напротив Которые обслуживаются Другой управляющей компанией За то же самое берут 200 Ну тоже приняли к рассмотрению Но не совсем это наше дело Кто здесь доминирует Кто прав, кто виноват Многие жильцы сейчас становятся грамотными Вот одним из таких жильцов Не понравилось Никак эта управляющая компания работает Никак она вообще была избрана Не был кворум на собрании Они обратились прямо в суд Суд признал их правоту Сказал да Компания работает Не правомерно она избрана И дальше городская власть Администрация города Вологды Должна была на тот момент Пока жители выбирают другую компанию Уже легитимным способом Принять управление Под свое крыло Или дать какой-то другой компании Но администрация Вологды Не нашла ничего лучшее Чем опять дать той компании На которую люди жаловались Иногда, когда к нам обращаются Не буду преувеличивать В процентах в 5-10 Иногда сам факт обращения в ФАС Он приводит к устранению нарушений Ну последний пример Пожаловалась одна владелица коттеджа В Вологде О том, что не может она подключить Свой коттедж к электрическим сетям Футболит ее из одного подразделения в другое Из одной электрической организации в другую Простому человеку сейчас не разобраться В этой реорганизации Осложняющим обстоятельствам явилось то, что запитывать она должна свой коттед через соседа Сосед сначала был согласен Потом нет Хотя Технически все это возможно Дело шло уже к возбуждению дела Но недавно к нам эта дама пришла Сказали, что все там Урегулировали Все сделали То есть иногда бывает так, что Жалуются люди И получают удовлетворение Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok